Квартиры одиноких стариков и психически нездоровых людей присваивали и продавали черные риэлторы. В Алматы идет громкий судебный процесс. За ним следит наш корреспондент Алья Мирбек. Алья, действительно ли в этом деле промышляла целая преступная группировка? На скамье подсудимых 22 человека. Их обвиняют в создании организованной преступной группировки, которая совершала захват и перепродажу чужой недвижимости. Среди обвиняемых два бывших зав. отделениями психбольницы, нотариусы, бывшие сотрудники правоохранительных органов и исполнители. По материалам дела ОПГ существовало много лет и присвоило около 40 квартир в Алматы. Их жертвами становились одинокие старики и люди с психическими заболеваниями. Рашид пришел, сказал мне, что есть квартира, два года стоит пустая, никого нет, заявлений нет вообще. Я проверила заявление, нет, я сделала завещание от имени умершего, оформили мы документы. Татьяна Фирстова из газет узнала, что ее одинокий свекр умер два года назад. Когда женщина стала собирать документы на наследование двухкомнатной квартиры в спальном районе Алматы, то узнала, что неизвестные уже перепродали жилье за мизерную сумму 18 миллионов тенге. В ходе расследования выяснилось, что по этому делу очень много случаев, очень много квартир таким образом были подделаны документы. И что это ОПГ, и все участники по нашему делу проходят по другим делам. Прокуроры считают, что в этой группировке каждый выполнял свою часть работы. Например, врачи Центра психического здоровья находили пациентов, лишали их имущества и переписывали на них квартиры, отобранные у других беззащитных людей. Нотариусы предоставляли копии всех необходимых документов и подделывали справки. Подсудимые отрицают создание ОПГ и утверждают, что познакомились друг с другом только на суде. Правозащитники отмечают, что данные об одиноких стариках и нездоровых людях сегодня не защищены должным образом. Сведения проходят и от органов полиции, от органов здравоохранения, Центра психического здоровья, от участковых, от риэлторов, от социальных работников, ну и сотрудников Акимата. Потому что к одиноким людям относят подарки, продукты питания, и эти сведения по всему городу ходят. Суд открыт и на процессе выяснят, все ли люди, чьи квартиры присвоили черные риэлторы, умерли своей смертью. И находились ли некоторые члены ОПГ в интимной связи с пострадавшими. Правозащитник Мара Аронова также отметила, что квартиры и дома, оставшиеся после смерти, одиноких людей есть по всей стране. И их необходимо принимать в фонд жилья того населенного пункта, в котором они находятся. А затем раздавать нуждающимся. Но для этого необходимо разработать соответствующий закон. А пока судебный процесс продолжается. Вероника. Алья, спасибо, я продолжу выпуск.